Приветствую вас. Я прочитал текст вашего вопроса, но не читал ответы коллег, поэтому чем-то, возможно, будут совпадения. Но я надеюсь, что все равно вам будет полезно то, что я хочу сказать. Давайте для начала определимся к вами, для чего вы спрашиваете о его поступках. Ведь совершенно очевидно, на мой взгляд, что мужчина, по итогу, оказался не тем, чем вы его себе представляли. И дело здесь не в том, какой плохой или какой хороший он, а дело здесь в том, что вы жили в своих иллюзиях. По крайней мере, в какое-то время точно. И чем бы не руководствовался мужчина, а это может быть очень много вариантов, в любом случае он не тот, кем вы его себе представляете. И вот это важно понимать, что образ ваш любимого человека и реальный человека существенно различались. Существенно различались. Почему? Хороший вопрос. Об этом, я полагаю, пойдет речь. Итак. Была любовь? Поздоровые годы были вместе. Была любовь. А потом она прошла. Когда немного странно вы написали. Меня постепенно стало не устраивать, что живем одним днем, не планируем ничего и прочее. Так как у него постоянно нет денег, а свой бизнес, который только выкладывается, а отдачи все нет и нет. Ну хорошо. Давайте здесь по поводу того, что вы перестали человека принимать, да? Значит, вы знали, что он занимается бизнесом, и вы приняли его таким, занимающимся бизнесом. Я думаю, вы знали или были в курсе хотя бы, что бизнес это далеко не то, что сразу может принести результат. Поэтому, исходя из этого, вас уже на этом этапе были ожидания. Тогда как любовь, это принятие. Согласитесь, конфликт. Конфликт. Вас постепенно стало не устраивать, и любовь к мужчинам. И, соответственно, перенос на него своей ответственности. То есть, мы не планируем, но ему и не нужно. Может быть, он еще не готов. Вы ничего не пишите про свой возраст. Это нужно вам. Но мужчина это изначально... Не планировал ничего. Кроме того... Мы же, наверное, как-то об этом говорили. Он же, наверное, какое-то видение ситуации высказывал. И у вас к этому видению ситуации тоже было какое-то отношение чем-то обусловленное. Все это остается, к сожалению, заказом. Вообще, в бизнесе очень важна поддержка. То есть, вот, чтобы, например, вы, да, поддерживали человека в его начислениях, потому что в бизнесе человеку достаточно сложно двигаться, особенно вот первое время. Ну, я не знаю, сколько у него бизнес длится, но, тем не менее. То есть, если вы видите, что человек хочет, то при условии, что вы его любите, при условии, что вы его принимаете, вам нужно его поддерживать. Если вы этого не делаете, значит, вы его не понимаете и не любите. Ну, по крайней мере, полностью, да, то есть, а помимо любви здесь есть еще какие-то свои желания, о которых вы не пишете, опять же. В какой-то момент все ему высказало, что устало предложил расстаться. Здесь тоже непонятно. То есть, что это значит, в какой-то момент все ему высказало? Вот, что это значит? В какой-то момент. А что до этого вы не высказывали ему потому, что вас не устраивает? А если не высказывали, то почему не высказывали? Из-за чего? Что заставляло вас вот терпеть все, держать все в себе? Или вы как бы рассчитывали, что мужчина однажды сам поймет, что вам нужно? Почему у вас вот эта вот фраза имеет место здесь быть, что вы в какой-то момент все ему высказало? Обычно, когда люди говорят так, что вот в какой-то момент все ему высказало, это говорит о том, что они скрывают до последнего свои чувства, свои эмоции, свои переживания, вот, оно у них копится, 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 и потом люди не выдерживают, и уже выплескивают сразу все. И самый главный вопрос здесь такой, кто, как, и почему научил вас такой модели поведения? Именно такой, вот, какая у вас фраза наблюдает фраза Далее. Вы предлагаете человеку расстаться, а на тот момент это было проще всего. Опять же, хотелось бы знать, чем обусловлен ваш выбор? То есть, предположим, что вы действительно не удовлетворены расставаться там. Зачем предлагать фразу? Тем более, что как-никак полтора года вместе это срок немаленький. Вот. То есть, здесь тоже не очень ясны ваши мотивы. Если вы говорите, что так было проще всего, то возникает вопрос, почему вы выбираете то, что проще всего? Если не было другого выхода, и это было единственное решение, то почему вы потом это решение по сути, ну, по сути, изменили, поменяли, да? Что заставило вас это сделать? Дальше идем. Так, он ушел, что, просто ушел, ничего не сказал, не попытался оборваться, никаких эмоций, не высказал, ничего, просто ушел, и все? Какая его реакция была? Понимаете, так, сейчас Алена, а если вы хотите, чтобы мы объяснили вам, почему человек так поступил, нам нужно больше информации о нем, именно о его психологической активности. Вы говорите, он ушел, как он ушел, что он сделал, что он сказал, как отреагировал, вы говорите, потом я его возвращала, но это было уже не то. Что именно это было уже не то? Почему это было уже не то, по вашему мнению? Понимаете ли вы, что человек возможно, возможно, потерял к вам доверия? Возможно, он никогда и не был в вас влюблен. Потому когда вы говорите, была любовь, непонятно, кто любил, вы, или он вас, или вы оба, но вы в любом случае можете говорить только за себя. И тут вот некая поверхность наблюдается в подачу материала. Значит, это было уже не то. В итоге ушел совсем. Опять же, а первый раз он ушел не совсем, и чем отличается этот его уход от предыдущего ухода? А если он ушел не совсем, то зачем вы его возвращали? Кстати, а чем было обусловлено ваше его возвращение, если вы сказали, что вы устали и что проще расстаться? То есть, вы сами предлагаете расстаться, когда человек расстается, возвращаете. Позиция. Какая четкая позиция здесь ваша? Где она? В чем? Далее, полгода я убивалась, поняла, что нужен любым. полгода. Ну, опять же, непонятно, почему вы убивались. С учетом того, что вы устали и предложили ему расстаться, из-за чего вы убивались? Ведь очевидно, что мужчина не удовлетворяет вас и не удовлетворяет вашей потребности. Очевидно, что вам нужен другой мужчина, но вы убивались. Написал ему письмо. Он не ответил. Значит, ну, обычно такие серьезные вещи говорят с глазу на глаз, а не пишут письмо. Но то, что он не ответил, как бы уже намекает, что человек за полгода оставил вас, ну, по крайней мере, отдалился. Да? Во время теракции в метро прислал смс. Все все село. Пятного тишина. Знаете, вот есть что-то в этой фразе у вас во время теракции в метро закладывало? Нет, я, конечно, понимаю, что вы, наверное, думаете, что все следят за новостями, но лично я не вспомню, когда был теракт в метро, где был в таком городе. Вот. Да, я все так помню, но где, когда, не помню. И если вы это упоминаете, про теракт в метро, то было бы здорово, если бы вы рассказали свое отношение к нему именно здесь. Было бы здорово, если бы вы описали свои ожидания от мужчины, от молодого человека, вот в этом контексте, контексте теракта, да? Было бы здорово, если бы вы написали, что вы ответили имя. Так вот. Не выдержала, поехала к нему, не достала. Получается, что вы знали, где он живет. Но написали ему письмо о том, что он нужен любым методом, чтобы рано поехать к нему. Оправила письмо, что приезжала, хотела поговорить, как не чужие люди когда-то. Он объявился, приехал, был красный секс, долгими поцелуями и так далее. Ну вот здесь, понимаете, вот эта классическая такая, даже не ошибка, а модель поведения. Знаете, приехал, был секс с поцелуями. Были ли обещания? Нет. Были ли признания в любви? Нет. Были ли свидетельства о том, что мужчина поменялся и понял для себя что-то новое и хочет быть с вами? Нет. Не было. По крайней мере, вы об этом не пишете. Он изъявил желание с вами переспать, вы позволили. Это ваше ответственность. То, что вы позволили, вы могли не позволять. Кто знает, что он делал полгода? Вы об этом спросили? Нет. Вы хотели поговорить, а случился секс? Вот он сам. То есть, то, чему вы хотели, то случилось, но это как бы секс не определяет отношения между людьми. После уехал, сказал, что надо поработать еще сегодня. Я решил, что поговорим чуть позже. он не сказал, что вы поговорите чуть позже. Это же непонятно, если вы звали его поговорить, а после секса говорили ни о чем. Складывается опять же сомнение в том, насколько вам важно было поговорить о том, о чем вы хотели поговорить. Далее вы опять решаете поговорить чуть позже. то есть вы сами решили за молодого человека, что вы поговорите чуть позже. Он вам не обещал ничего. Далее он пропал на неделю. А значит ну в общем реакция не то чтобы вполне хорошая, порядочная, но как бы сама за себя говорящая. Но вы написали ему, что видите три пути развития. Мы расстаемся, гостевой брак или живем дальше. Гостевой брак и живем дальше. И как то вот разница между этими двумя вариантами ну лично для меня как я это понимаю не особо много. Чем отличался например ваш вид совместного пребывания когда вы были вместе полтора года. Кроме того почему вы соглашаетесь на честевой брак? Понимаете ли вы что этим вы себя обесцениваете тем что постоянно ему пишете постоянно ему что-то предлагаете хотя он не предлагает ничего. Я готов принять его любым потому что люблю. но если бы вы готовы были принять его любым то вы бы приняли его когда он пропал на неделю потому что это очевидно что мужчина не хочет быть с вами потому что после секса человек пропадает на неделю так не поступают люди которые хотят быть вместе но вы это не приняли значит вы нечестны с собой и продолжая продолжая то что я сказал вначале вы видите не реального мужчину а человека в вашем воображении там этот человек в вашем воображении более ответственный более честный более откровенный более идущий на контакт с вами да который принимает тот или иной ваш вариант но это нереальный человек реальный человек другой он перед вами сказал что заедет обсудим смотрите он не давал нам обещаний опять же он ничего вам не обещал пока что да просто сказал заедем а заедет обсудим то есть он хотел поговорить о чем вы не знаете по крайней мере так вытекает из нашего текста пару дней не мог доехать опять же значит не хотел но здесь ваши иллюзии значит потом снова позвонил теперь я не смогла была за городом приехала в город написала что у меня борщ а сутчик перезвонил сказал что постарается заехать не смог но перезвонил сообщал со мной как-то душевно что завтра будет посвободнее дойдет можно заехать за мной на работе а что обещал что говорил все что вы пишете здесь это поведение человека который с равной долей вероятности относится к вам так как будто вы не чужой просто для него человек и с равной долей вероятности так как будто вы для него не ну ему не все равно исходя из того что вы какое-то время не видели исходя из того что вы расстались вполне вероятно именно именно первое так на следующий день до 20 минут до конца работы звонить по видео едет усавшие глаза вы улыбались как меня увидят возможно так но опять же вы не знаете контекст я не знаю контекст может быть вы восприняли то что хотели воспринять потому что все поведение мужчины оно несколько о другом говорит так я вылетел на гриле с работы села в машину опять это ожидание это ваши ожидания вы ожидали от него ничего кто-то говорит что у него новые отношения и ручьи он их не готов собственно то о чем он с вами хотел поговорить все логично но вы ожидали другого и естественно вам больно потому что важно воображение мужчина вам переспал потому что хотел быть с вами а не потому что вы позволили ваше воображение мужчина хотел поговорить чтобы сказать вам что вы очень ты ничего вы действительно не В ваше воображение человек не переезжал, потому что действительно не мог, а не потому что ему не было этот доклад. Вопрос в том, какие желания за этим стоят. Вопрос в том, почему вы убивались полгода. То есть полгода после расставания, по сути, вы не могли отпустить человека. И, очевидно, не смогли. Вопрос в том, в общем, что здесь? Страх одиночества. Обременность в любви. Потому что ваше поведение это вот, ну, такое может быть проявление недолюбленности. Надо выяснять, нужно выяснять, что заставляет вас искажать восприятие реальных людей. Вот. Дальше. Значит. Меня как обухом по голове ударил, а зачем приезжал? Ну, накатил. Здесь, я так понимаю, вы пишете диалог ваш, но диалог без каких-либо знаков припинатных. То есть нету кавычек, нету никакого выделения прямой речи. И отсюда, поэтому непонятно, кто кому что говорит иногда. Зачем приезжал? Ну, накатило, и поэтому я не знаю, что со всем этим делать говорит. Ну, понятно, накатило, ностальгия. Увидел вас, чувства как бы в памяти всплыли. Вот. Правда, что именно накатило. И с чем именно делать что-либо, опять же, непонятно. То есть второе значение, что мужчина начал новые отношения взамен в отношениях с вами. Ожидая, что вы, ну, не вернетесь. А когда вы им изъявили желание, желание вернуться, мужчина просто оказался мне двух огней. И, с одной стороны, ему хотелось быть с вами. Там с вами что-то не завершенное. Но он понимал, наверное, что вы его, как бы, ну, вы расстались с ним. И у него новые отношения. Об этом говорилось в силу его поведения. Не о том, что у него новые отношения, а о том, что с вами не так, что просто. Что нужно, не получится правдового воссоединения. Вот. Я говорю, что ты меня отводишь домой, и мы расстаем, расстаем. И мы расстанем. Молчи. Ну, а у тебя как дела? Я говорю, все отлично. Но отношения нет, я так быстро не переключаюсь. Здесь, как бы, обвинение идет в его адрес. То есть, вот такая, я бы сказал, детская позиция. Обиженная позиция. Но обида – это всегда ожидание. И вопрос в том, насколько ожидание оправданное. Далее вы продолжаете его обвинять. Опять же, непонятно, это вы нам говорите или это вы ему говорите, что точно знаете, что не стали бы звонить и приезжать к бывшему, если бы у меня были отношения. Вот. Зачем вы ему это говорите? Он же приехал. О каком принятии человека, о какой любви может идти речь? По крайней мере, в чистом виде. Здесь. Это и у нас такая правильность, говорит. И здесь момент такой, что мужчина чувствует себя с вами не дотягивающим до вашего уровня. То есть, рядом с вами он чувствует себя неправильным, и, возможно, это его тяготило все время. Дальше. И вот мы подъехали к дому. Я спрашиваю, это все, что ты хотел сказать? Он тяжело. Вдохнул, когда был рад был тебя видеть. Потом подумал и добавил. Душевного равновесия нам обоих. Что вы хотели услышать, задавая вопрос? Это все, что я хотел сказать? А вы считаете, что этого недостаточно? Опять же, почему? Алена, поймите. Вы ожидали другого. Да. Но чего? Для чего? Если вы подумаете о том, чего ожидали вы, вы увидите, что то, чего вы ожидали, это ваше желание. И мужчина, возможно, никогда не мог их удовлетворить. Так. Значит. Я сказал ок, пойду тогда. Понимаете? Она назвала на холодный борщ, но пусть теперь новая жена комит. Опять же, вот тут не очень понятно. Нам вы это говорите или ему? Если ему, то это опять звучит как обвинение. Кроме того, какая жена. Он не сказал, что он жена. Он сказал, что у него новые отношения. Это вы эту женщину уже записали в жена. Почему? Возможно, от обид. Возможно, от неоправданных ожиданий. Но если бы вы посмотрели на эту ситуацию немножечко более здраво, вы бы увидели, что его новая женщина – это замена вас. И если бы вы постарались, если бы вы проявили, так сказать, твердость, определенность, вы могли бы мужчине дать понять, что с вами он может быть счастлив. Тогда хотя бы был шанс, если бы вы хотели быть с ним. Потому что полгода. Полгода вы не виделись. Полгода вы убивались по нему. И вы почему-то ожидали, что полгода мужчина будет вас ждать. Наверное, это проистекает из того, что вы вначале сказали, что была любовь. Правда, опять же, непонятно, чья любовь. Вот. Он начал смеяться, ясно меня списали с удовольствием. С удовольствием. Вот, понимаете, да? Он начал смеяться, ясно меня списали с удовольствием. Вроде бы, это он говорит. В то же время, вроде бы, он где-то и вы говорит. Ну, понятно, это вот такая игра. Игра, знаете, в детей. Он, как ребенок себя ведет, вы себя ведете. Ребенок говорит, и ради бога, можешь поужинаться. Мне не жалко. И он пошел. А почему вы удивляетесь? Ну, вы его пригласили, и он пошел. Понимаете, как бы, да, это, может быть, было бы неправильно. Но ваш мужчина, он такой. Почему? Если вы говорите, что он нужен любым, то он нужен вам. Если вы говорите, что я люблю его любым, означает полное принятие. У вас полного принятия его нет. Вопрос в том, почему. Либо что-то мешает, либо любви. Все-таки это не любовь, а это, например, привязанность, либо потребность. Понимаете? Дальше. Он говорит, мол, рискую, рискую получить ставкам по морде, но можно я поплю у тебя часику и еду на работу. Ну, то есть, мужчина, он воспринимает вас как такую старую знакомую, добрую старую знакомую. Вы же сказали, что вы хотите поговорить как не чужие. Ну, и он подумал, что, ну, а почему нет? Понимаете? Да, это своеобразное восприятие. Но это его право. Это его выбор. Это его поведение, явно не нацеленное на то, чтобы вас задеть. По крайней мере, исходя из того, что написали вы. Я отрицательно покачал головой, а он оскорбился и ушел. То есть, он серьезно ожидал, что вы позволите ему поспать. С другой стороны, вы ведь не знали, что у него есть отношения. Ну, до конца. Может быть, он все это придумал, чтобы вас проверить. И если уж вы накормили его, то почему не дали поспать? Как здесь проявляется ваша любовь, ваше принятие его? Откуда такая эмоциональность здесь? Да, это не то, чего вы ожидали, я понимаю. Но если бы не то, чего вы ожидали, то вы бы и не говорили тогда про борщ. И не говорили бы, что ради Бога можешь поужинать. Мне не жалко. Но если вам не жалко, чтобы он поужинал, то почему было жалко, чтобы он поспал? В конце концов, сон важнее еды. Без еды можно прожить без сна, нет. Чем вы руководствуете? Какая ваша позиция? Зачем он приезжал? Хотел поговорить. Зачем он приезжал? Ностальгические чувства. Это бывает. У многих людей такое бывает. Хотел ли он вас оскорбить и сделать больно? Нет, не хотел. Наоборот, это честно сказал, что новые отношения. Возможно, секс с вами, это была его попытка понять, кто ему дороже. Это неправильно, конечно. Но а вы-то, в свою очередь, чего ожидали от секса спустя полгода? Без обсуждения и без выяснения изменений в жизни человека. Но ведь можно было по-другому сказать по телефону или написать. С чего вы это взяли? Кто это мешает? Почему вы решаете за молодого человека, как можно было это сказать? Потому что вы написали письмо. Возможно. А почему вы написали письмо, когда поняли, что молодой человек вам нужен? Они поехали сразу к нему. Чем это было обусловлено? А почему вы считаете, что тем же, может быть, обусловлено у него, его желание сказать что-то серьезное? Зачем дал надежду и сделал так больно? Он не давал надежду. Это вы увидели надежду. И вам же больно, потому что у вас были ожидания. Что можно сказать по факту? По факту имеет место быть у вас сейчас детская позиция. Острая неудовлетворенность в любви. Образность восприятия молодого человека. Вероятно, страх одиночества. Я бы сказал, что небольшая склонность к мазохизму в отношениях. Что позволяет говорить мне о том, что ваши родители либо были гипер любящими, либо наоборот были довольно отстраненными от вас и между вами были какие-то проблемы. Вероятнее, вероятно, был закреплен триггер, согласно которому вы подсознательно принимаете любовь, проявление чувств, через боль. И внимание вы привыкли получать с ценой боли, как и отношения и присутствие человека рядом с вами. Есть элемент непринятия себя. Есть элемент недостаточной любви к себе и, как следствие, невозможность любить другого. Если вы не принимаете себя, вы не можете принять другого. Если вы недостаточно любите себя, а вы недостаточно любите себя, потому что полгода вы убивали, то вы не можете полноценно любить другого человека. Немножечко, я бы сказал, эстероидная модель поведения у вас в диалоге. И такая, знаете, соревновательная черта. То есть, вы боитесь показаться слабым. То есть, вы проявляете слабость, вы позволяете то, что вам может навредить, но в критический момент проявляете защиту от слабости, когда как раз-таки нужно быть слабой. Опять же, не проявляйте свои искренние чувства, потому что логично было бы заплакать, когда он сказал вам, что у него отношения новые. Просто заплакать и все, это было бы логично, это было бы естественно, это было бы нормально. Вы этого не сделали, а вместо этого зачем-то играли в этот спектакль, в котором вы же обвиняете его, скорее всего. Понимаете? Ну и ваши ожидания, продиктованные вашими желаниями, это вот основная проблема, которая причиняет вам боль. Так что, приезжал он за тем, чтобы вам объяснить, что у него новые отношения, что, в общем-то, является поступком. Можно было сказать по телефону, нет, нельзя было сказать по телефону. Потому что это выбор мужчины и выбор другого человека нам нужно принимать в любом случае. Надеюсь, что он вам не давал, а сделал так больно, потому что вы сами, как бы, хотели от него иного. То есть, это не он вам сделал больно, это вы сами себе сделали больно. А может быть, вам нравится пацанатка такая больно. Может быть, для вас это единственный способ получить внимание к себе. Вот об этом и постарайтесь подумать о тех моментах, которые я назвал. Они очень серьезные и для того, чтобы это не повторилось, нужно делать выводы из того, что произошло. И желательно работать над собой. То есть, провести индивидуальную работу по коррекции тех моментов, которые я назвал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok